Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Итак, общепризнанную версию создания Великой Империи Чингисхана мы вспомнили. Теперь начнем понимать всю ее несостоятельность и противоречивость. Первое. Откуда нам стало известно о факте нашествия Батыя? Кто и когда первым стал освещать этот факт? Российские историки начали детальное изучение нашествия Батыя на Русь в XVIII веке. Первым исследователем, который подробно описал вопрос монголо-татарского вторжения, стал все тот же Василий Никитич Татищев. В своей работе «История российская» он широко опирается на сведения древнерусских летописей. Его труд и сделанные им выводы были использованы множеством других историков. Но! За спиной Татищева снова возникает образ редактора его истории. В худшем смысле этого слова. Герарда Миллера. Как писал академик Будков, «История Татищева издана не с подлинника, который потерян, а с весьма неисправного худого списка. При печатании сего списка исключены в нем суждения автора, признанные вольными и сделанные многие выпуски». Но об этом я подробно рассказывал в предыдущих роликах по истории Руси, поэтому не буду повторяться. Но факт редактирования Миллером этого первого и основополагающего документа не вызывает сомнений. И если изначально все последующие исторические исследования опираются на документ, которому нет никакого доверия, то и выводы могут быть неверными. Согласитесь со мной. У меня могут спросить, какой мотив мог быть у Герарда Миллера для тотального перекраивания истории. Известно, что сей немец был сторонником нормандской версии происхождения великих князей Руси. Вот вам и первый повод. Все, что не укладывалось в эту версию, безжалостно отметалось. Также не стоит забывать, что сам Миллер был на русской службе у представителей династии Романовых. Следовательно, история изменялась еще и под них. Что именно с Романовых началось развитие Руси-России. Безоговорочно принимая версию истории о нашествии монголо-татар, мы сталкиваемся со множеством нелепостей, нелогичностей и нестыковок. Давайте подробно разберем, что нам известно о кочевых племенах, к которым, несомненно, относились монголы. Главным источником материальных благ, то есть источником пищи, материалом для одежды, практически источником существования кочевников, был многочисленный скот. Это лошади, коровы, овцы, бараны и все это, конечно, травоядные животные. Поэтому кочевники занимали большую территорию, располагаясь на ней небольшими группами, объединенными между собой в группе кровным родством во главе с патриархом. Они старались избегать встречи с другими кланами, если только один из этих кланов не был чем-то ослаблен, например, гибелью по какой-то причине части мужского населения. Тогда были возможны и нападения с полным истреблением мужского состава, враждебного клана, вплоть до грудных детей и присоединения женщин к победившему клану. Ну и, конечно, автоматически присоединялись и пастбище, проигравшие стороны. Эти народы и назывались кочевыми, потому что не могли долго находиться на одном месте. Трава-то быстро съедается стадами животных, и клан был вынужден двигаться дальше. А теперь давайте представим себе, что по какой-то причине в одном месте собралось 10 кланов. Это значит в 10 раз больше скота, а это значит, что весь подножный корм будет съеден в округе в 10 раз быстрее. И сколько времени продержатся вместе 10 кланов? Да они через день переругаются и передерутся из-за дележа пастбище. Ну и о каком объединении в огромную армию может идти речь? Кочевникам это и не нужно было никогда, потому что не существовало никакой силы, чтобы их объединить. Представьте себе кланы монголов тех времен, как молекулы газа. Вроде бы и одно и то же вещество – народ. Но каждая молекула, клан, находится на расстоянии от остальных, имеет какую-то свободу перемещений и отталкивается от сближающихся с ней других молекул. Вот вам схема кочевого народа. Для того, чтобы все эти кланы молекулы сплотились в одно целое, нужна какая-то внешняя энергия, какая-то катастрофа, от которой они все побежали бы в одном направлении. В случае с газом это охлаждение до твердого состояния, например. Ну согласитесь, что очень похожая модель у меня получилась. Ну и если забыть вообще на время о монголо-татарском нашествии, просто предположить, что его никогда не было. Можете вы мне привести исторические примеры, чтобы рассеянные на большой территории кочевники образовали бы сильное государство? Ну, даже не государство, хотя бы маломальскую армию, действующую какое-то продолжительное время. Это какой-то исторический нонсенс получается. И тут вдруг феномен Чингисхана, который за несколько лет не только собрал огромную армию, но каким-то образом приучил ее к дисциплине, обучил совместным действиям, в результате чего это сборище пастухов по всем критериям стало превосходить любую существующую армию того времени. Как говорил Станиславский, не верю. Я вот перебираю в уме все возможное, но не нахожу я действенных каких-то рычагов управления. Чем можно удержать было это огромное скопище людей на одном месте? Ведь у кочевников испокон веку главным образом жизни было быстрое перемещение, быстрое снятие с места и переезд в другое. Другими словами, прижал хан, а кочевник собрался за три минуты, собрал скарб, по дороге прихватил живность и ищи ветра в поле. Ведь даже уже в 20 веке, году в 1915 или 1916, царские чиновники прижали кочевников-казахов. Те обиделись и ушли в соседний Китай. Так никто им в 20 веке помешать не смог. Что тогда говорить о бескрайних просторах Сибири 13 века? Как-то особо не заостряется внимание на расстоянии, которые, судя по приводимым данным, протопала такая нестабильная армия. А ведь это около 5000 километров до Руси и еще полторы до Адриатики. Это чем нужно было так увлечь кочевников? Тут приходит на ум такое определение, как массовый гипноз или психоз, или зомбирование. Это уже из области фантастики или полного маразма. Как хотите. И это при всем при том, что монголы в то время даже не достигли полноценного феодализма, а находились где-то между ним и родовым строем. Какая уж тут дисциплина. Но зато какие способные были, просто дух захватывает. Они же за очень короткий срок обучились обращаться со стенобитными машинами, камнеметами, хотя до этого в глаза их не видели. А ведь это целая наука. Боевые действия с помощью этих орудий это одно. Второе, транспортировка. А для этого их нужно было неоднократно разбирать и собирать. То есть понимать их устройство. Досконально понимать. Ну и третье, это неизбежный ремонт. Хотя медведи в цирке и катаются на велосипеде, я ни разу не видел, чтобы они накачивали или меняли колеса. Да они мечут гусаки икру, как говаривал Марк, наш Твен. И что же делало в это время пожизненного этого похода многочисленное потомство и женское население? Сами умудрялись управляться с многочисленными стадами. Что-то мало верится. Или они тоже очень способные были. При общинно-родовом строе обязанность ухода за животными лежала на мужчинах. У женщин было много других обязанностей. Приготовление пищи, уход за детьми, пошив одежды и так далее, и так далее. А тут еще и мужские обязанности. Так самое главное, ради чего все это? Где она идея, заставившая монголов так поступать? Пресловутый захват мира, это идея, не знаю, пациента психбольницы, а не кочевого народа. Вот будем считать все вышесказанное первым моим доводом против общепризнанной версии монголо-татарского нашествия. Тут еще многое, конечно, можно добавить. Это и построенный монголами флот, который обстреливал ракетами флот японцев. Я просто не захотел даже упоминать этот сомнительный во всех отношениях факт. Но есть и такие данные у наших историков. Также удивляет молниеносный захват Китая. Это с его-то древней историей, которую грешно ставить под сомнение. Отсутствие каких-нибудь остатков великой столицы монголов Каракарума и великого, ровного как стрела, тракта в этот город. Да много еще чего. Я пока на этом закончу. Вернее, прервусь. Остальное вы узнаете в следующих частях моего рассказа. Подписывайтесь на мой канал. А пока, до свидания. Мир вашему дому. До встречи.